Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы поговорим о блогере Мадам Эс, которая, как известно, ведет на ютубе свой канал под названием Дневник Мадам Эс. Также пару слов мы скажем и о дочери ее, блогере Кристина Никодимус. Ну, давайте сначала о Мадам Эс. Наконец-то хоть что-то стало происходить в жизни Мадам Эс, но, к сожалению, не по ее воле. То состояние спокойствия и умиротворения, в котором Мадам Эс пребывала последние пару месяцев, резко сменились на беспокойство и стресс. А все это по вине Никодимуса. Кто такой этот Никодимус? Для тех, кто не знает, это имя одного из бывших мужчин Мадам Эс. От этого Никодимуса у Мадам Эс есть дочь Кристина Никодимусовна, которая кратко по имени отца называет себя Кристина Никодимус. И под этим именем она и ведет свой канал. Ну, в принципе, о Кристине Никодимус в этом видео будет всего пара слов. Кристина очень много работает, поэтому не выходит в эфир. Кристина прибарахлилась, пошла с дочерью на шоппинг. Накупила всего и кроссовки, и майки, и шорты для себя и для своих детей. Кроме того, Кристина 20, кажется, августа, ну, короче, во второй половине августа уезжает в отпуск. Вот, в принципе, и все новости от Кристины Никодимус. Ну, давайте вернемся к главной героине нашего обзора, а именно к Мадам Эс и к ее отношениям с Никодимусом, отцом, биологическим отцом Кристины Никодимусовны. Дело в том, что на протяжении последних 45 лет Мадам Эс и Никодимус не прекращали общение, несмотря на то, что они давным-давно уже не вместе. Между ними нет никаких отношений, но, тем не менее, общение между ними происходит. Вообще, по словам Мадам Эс, вот основываясь на ее описании личности Никодимуса, создается впечатление, что это просто какой-то неадекват. То есть, это мужчина, который воспринимает Мадам Эс как одну из наложниц своего гарема. Да, у него огромный гарем, то есть, все те женщины новые, старые, с которыми он когда-то пересекся, с которыми у него когда-то были краткосрочные или долгосрочные отношения, они все как бы остаются вот в сфере его влияния. Со всеми он поддерживает отношения, всем он признается в любви, включая Мадам Эс. Например, он может позвонить Мадам Эс и клясться и божиться ей в любви, говорить, что лучше нее никого нет, и любит он только ее, и будет любить до конца дней своих. Ну, в общем, тот еще кобель, судя по описанию, которое нам дает Мадам Эс, да. То есть, ну, кобель на грани неадеквата, давайте скажем честно. И у самой Кристины Никодимус тоже были проблемы с ним, очень долго она с ним не общалась, но вот в одном из недавних видео она сказала, что ей удалось как-то вот проработать свои чувства по отношению к отцу. Кстати, она нам обещала, по-моему, видео, я смутно что-то припоминаю, но, по-моему, она обещала выпустить видео о том, как она проработала вот эту вот обиду на отца, и как она, в конце концов, с ним примирилась. Я не помню это видео, но я помню обещание выпустить такое видео. Если это видео вышло, пожалуйста, скиньте ссылку, я обязательно посмотрю. Короче, возвращаемся ко всей этой истории. Что же так потрясло Мадам Эс? Что же произошло в жизни Мадам Эс такого, что она теперь не находит покоя, не находит себе места? Дело в том, что этот самый Никодимус звонит Мадам Эс и признается ей в очередной раз в любви. Люблю, говорит, тебя жить не могу, и хочу тебе сделать подарок. Хочу подарить тебе котенка. Мадам Эс тут же переполошилась, стала в ответ кричать нет-нет-нет, у меня уже есть кошка, я ее люблю, мне не нужен никакой котенок, но каким-то магическим образом, не знаю, как это произошло, этот момент Мадам Эс опустила, но, видимо, Никодимус без приглашения явился под дверь к Мадам Эс, то есть заявился к ней домой, к замужней практически женщине, с котенком в руках, без приглашения на чашку чая, я так понимаю, и стал уламывать Мадам Эс. Мол, котята, они лечебные, они вообще там им в Древнем Египте поклонялись, и каким-то образом он оставил этого котенка у Мадам Эс, как бы она не сопротивлялась, как бы она не протестовала, он, видимо, оставив котенка, хлопнул дверью перед носом у Мадам Эс, и снова испарился в неизвестном направлении, как это он уже делал много-много раз на протяжении всей жизни. Итак, что же это за котенок такой приблудный, откуда он взялся, и почему Никодимус с таким рвением хотел его куда-нибудь пристроить? Дело в том, что у одной из многочисленных полюбовниц Никодимуса окатилась кошка. У кошки появились котята, и вот этот последний котенок, которому уже много-много недель, он все сосал и сосал, сосал и сосал сиську у этой кошки, и его нужно было уже отрывать и куда-то пристраивать. И, значит, Никодимус решил помочь своей полюбовнице, забрал этого котенка и сунул его Мадам Эс. Та и ахнуть не успела, как оказалось в присутствии уже двух кошек. То есть, короче, Никодимус решил проблемы одной полюбовницы за счет другой бывшей своей женщины. Мадам почему-то не смогла настоять на том, что ей не нужен новый котенок. Да, она пыталась объяснить, но каким-то образом ему удалось ее уломать. И вот теперь Мадам Эс машет после драки кулаками, разъясняя нам, что она не может этого котенка оставить, и просит подписчиц забрать у нее этого котенка. Мадам, конечно, корит себя. Тут надо отдать ей должное. Она никого не винит, она винит только себя из-за того, что она не смогла сказать «нет». Да, в этой жизни нужно уметь жестко так говорить «нет», иначе сядут на голову и ножки свесят, что, в принципе, и произошло в данном конкретном случае. А нужно было бы не мямлить там стоять, не блеять, а нужно было бы взять этого котенка за шкирку и сунуть его обратно в морду этому Никодимусу, чтобы он забрал этого котенка и катился к своей прошмандовке с ним обратно. Ну, я, конечно, понимаю, что Мадам Эс никогда бы не смогла себе такого позволить. Она более воспитанная, в отличие от меня или от кого-то другого. Она возвышенная, она культурная. Она, конечно же, не смогла бы вот так грубо дать отпор своему бывшему мужчине. Но, с другой стороны, я понимаю, если бы это был какой-то, знаете, мужчина, который бы себя как-то проявлял, например, как дедушка для своих внучек, там, или еще что-то, ну, он просто вот так вот где-то там болтается и время от времени всплывает. Чего уж перед ним там стоять на задних лапках, как говорится. Ну, это вот такое впечатление складывается, по крайней мере, извне, когда наблюдаешь за этими отношениями, исходя из слов самой Мадам Эс. Ну, а вообще, если честно, какой котенок? О каком котенке может идти речь? Одна-то кошка бедная там все время переходит из рук в руки. Мадам Эс же нестабильная. Это я говорю не в негативном ключе, а в том, что Мадам Эс все время в пути, все время в дороге. Она все время путешествует. Да, сейчас она в Казани, сейчас у нее какая-то стабильность образовалась, но рано или поздно она опять тронется куда-нибудь. Она опять куда-нибудь сорвется. Рано или поздно она, скорее всего, снова поедет во Францию. Поэтому вопрос с домашними животными стоит очень остро. Эту тамасяню некуда пристроить. А вот сейчас Али будет сюрприз, да? Вот ей сейчас будет сюрприз. Ей еще вторую кошечку принесут на воспитание. Конечно, это несерьезно. Так нельзя поступать, так нельзя делать. Мне вот тоже приносили тут кошечку на три дня. А сосед шестого этажа, потому что стояла жара, а шестой этаж это под крышей мансарды вот эти вот. И он знакомый там знакомых. Говорит, можно моя кошечка посидит у вас в течение дня, потому что у меня в квартире прохладно. Я вообще очень люблю кошек. Я кошатник сам по натуре. Хотя у меня нет кошек, потому что я все время путешествую. Вот именно по этой причине я не могу завести домашнее животное. Просто из соображений практичности. Потому что животное нужно все время куда-то пристраивать, а перевозить его все время с собой. Вы знаете, мне это тоже не кайфово. Так вот, мне на три дня приносили кошечку. Ну, вернее, мне ее утром приносили, а вечером забирали. И вот так в течение трех дней. Я, конечно, в принципе, не возражал. Но, по идее, это тоже ограничивает вас в действиях, когда у вас домашнее животное. Но это три дня. Ладно, это можно пережить. А когда вам оставляют кошку на полгода, ну, это, мне кажется, на грани уже неприемлемого. Я бы, например, не смог своего питомца оставить чужим людям, ну, не чужим, знакомым вот так надолго. А уж двух котят, это вообще. Я бы, например, отказался. Я бы не стал. Даже если это родственники или близкие люди, я бы не согласился брать к себе чужое животное на такой длительный срок. Мадам, видимо, сама поняла, что она крупно попала. И теперь она пытается пристроить этого беленького, щупленького и, по-моему, глухого котенка в добрые руки. Да, мадам сделала своего рода антирекламу этому котенку, сказав, что вот такие вот котята-альбиносы, белые с голубыми глазами, в большинстве случаев оказываются глухими. То есть это котенок с ограниченными возможностями. Тем не менее, мадам надеется, что все-таки кто-нибудь из подписчиц отзовется и заберет у нее этого котенка на воспитание. Вот такие страсти сейчас бушуют на канале мадам Эс. Она, видимо, сама уже не рада всему происходящему. Раньше было все так спокойно, тихо, мирно. Можно было бы посидеть, поговорить на отвлеченные темы, пообсуждать мировые заговоры, прилет следующий инопланетян, альтернативную историю. А тут, на тебе, свалился, как снег на голову котенок, и теперь нужно что-то думать. Ну, конечно, мадам сама понимает, что отчасти она в этом виновата. Она не смогла сказать нет, она не смогла дать отпор, а теперь уже как бы поздняк метаться, да? Такое бывает. Но мне кажется, в данном случае нужно просто уже решать эту проблему, то есть не нужно себя корить, казнить, ругать, клеймить, самобичеванием заниматься. Не нужно это все. Мадам Эс прекрасно все про себя понимает. Она понимает, что она не может дать отпор Никодимусу. Видимо, там какой-то незаконченный гештальт, видимо, там что-то, какая-то, какие-то особые отношения, потому что мадам Эс сама же говорит, что она воспринимает его как родственника. А он воспринимает ее как одну из многих своих побед, так сказать, которые вот до сих пор вращаются как бы в его сфере общения. Мадам Эс, наверное, все-таки стоило бы проработать вот этот вот пунктик по отношению к Никодимусу, иначе он и впредь будет пользоваться ее добротой, ее гостеприимством, ее простотой и будет вот так вот являться все время под дверь с просьбами или с какими-то предложениями сомнительного характера в большинстве случаев. Мадам Эс также нужно вспомнить, что она все-таки замужняя женщина. Насколько я понимаю, официального развода с Фредериком не было. Очень, конечно, странно, что он тянется так долго. Возможно, молодые просто решили прекратить этот процесс, что-то я очень сомневаюсь, что так долго прям уж может длиться этот бракоразводный процесс. Сколько лет он уже идет, это еще до пандемии все было, все начиналось. В общем, очень много вопросов к бракоразводному процессу. Но я помню, что в одном из своих видео еще из Франции мадам Эс говорила, что может этот развод и не нужен, да? Черт с ним уже, с этим браком, пусть он тянется. Хлеба, как говорится, не просит. Вот, возможно, просто вот и Фредерик, и мадам Эс решили больше как бы не налегать на адвокатов, а просто пустить все это на самотек. Хотя я помню, что Фредерик протестовал и говорил, что нужно уж завершить это все дело до конца. Деньги-то уплочены. Фредерик-то заплатил деньги адвокату и, видимо, за какие-то там бумажки. А мадам Эс посчитала, что ну его нафиг этот развод. Я тоже, в принципе, считаю, если никто из супругов пока не собирается вступать в официальные новые отношения, то, в принципе, этот развод, он особо-то и не нужен. Ну, я думаю, что мадам Эс и Фредерик сами в этом разберутся, хотя есть предположения, по крайней мере, были такие слухи, согласно которым мадам Эс с Фредериком уже давным-давно развелись, но нам как бы пудрят мозги и создают видимость того, что развода не было по какой-то причине. Правда, я не вижу интереса вот в распространении таких слухов. Ну, ладно, что будет, то будет. Главная проблема в жизни мадам Эс – это котенок, который свалился ей как снег на голову. Как его пристроить, кому его отдать? Я надеюсь, что добрые люди отзовутся и возьмут у мадам Эс этого котенка, который, конечно же, ни в чем не виноват. В любом случае, мадам Эс сказала, что, естественно, она этого котенка не выкинет, не избавится от него просто так, а только передаст в хорошие руки. Уже это само по себе, конечно же, радует. Ну, вот, в принципе, и все, что у меня было по мадам Эс на этот раз. Если у вас есть какие-то дополнения, замечания, пожалуйста, делитесь. Я все с огромным интересом читаю, по возможности отвечаю. Надеюсь, что у вас все хорошо. Не болейте, берегите себя и до новых встреч на моем канале. Пока-пока.